Гай Ричи довольно специфический режиссер, обладающий узнаваемым стилем. Первые его работы в кино нравились как критикам, так и обычным зрителям. Бюджеты у них были небольшие и в прокате ленты отбивались без особых проблем. Но потом в жизни Гай Ричи случилась Мадонна и он немного поплыл, сняв в 2002 году мощнейшую драму о выживании на необитаемом острове с той самой Мадонной в главной роли. Фильм по какой-то причине никому не понравился и стал первым провалом постановщика в кассовом плане. После Унесенных Ричи закрепил успех, поставив еще два провальных фильма подряд. И если зритель старательно забывал кино о выживании Мадонны, который по слухам она и сняла, то американские критики Гай Ричи стали относиться весьма пренебрежительно, выставляя его фильмом по средственной оценке. Спасти свою карьеру Ричи смог с фильмом Шерлок Холмс, который неожиданно стал большим хитом мирового проката. После этого режиссер подписал со студии Warner контракт на производство трех картин. Первый из которых стал сиквел Шерлока. А вот дальше постановщика снова накрыло двумя мощными провалами. Об одном из которых сегодня и хотелось бы вспомнить. Меч Короля Артура был проблемным проектом с самого начала своего производства. Первоначально студия планировала сделать ремейк фильма Excalibur 1981 года. Фильм сделал в те годы неплохую кассу и даже урвал приз на Каннском кинофестивале. Режиссером ремейка должен был стать Брайан Сингер. В те годы известный как постановщик первой и второй частей Людей Икс. Сейчас он более известен своей любовью к вечеринкам, на которых несовершеннолетних граждан было принято трогать за разные места. Но в те годы естественные никто и не подозревал о подобном ужасе, так что Сингера студия очень хотела. Сценарий был уже написан и шли поиски актера, способного взвалить на себя главную роль. Но в 2013 году Брайан Сингер провалился с Джеком Покорителем Великанов. Треск был такой громкий, что студия Warner, испугавшись за ремейк Excalibur, предпочла избавиться от столь талантливого режиссера и сосредоточиться на оригинальной идее. Режиссером нового фильма был назначен Дэвид Добкин. Ответственный за хит «Незваные гости». На главной роли в этом фильме были подписаны Кит Харрингтон и Йоэль Кинноман. Так как за плечами Добкина, кроме «Незваных гостей» в те годы были еще «Шанхайские рыцари» и «Хочу как ты», можно предположить, что новый фильм должен был быть с сильным комедийным уклоном. Пока писали сценарий, на студии стали переживать, что предполагаемый бюджет фильма выходит слишком уж внушительным. А актеры в фильме какие-то подозрительно непонятные. Боссы Уорнер попытались заменить Харрингтона Колином Фарреллом, а Кинномана Гарри Олдмана. Пока шли переговоры с актерами, кто-то случайно обнаружил, что сценарий фильма откровенно плох и даже чем-то напоминает дерьмо. Его спешно отправили на доработку. Недовольный заменой Харрингтона и Кинномана Дэвид Добкин, решив, что сейчас очень удачное время, хлопнул дверью, откликнувшись на зов Роберта Дауни-младшего, предложившего ему поработать над судьей. Оставшись без режиссера и актеров, проект пошел разваливаться. Студия приняла решение закрыть и этого короля Артура. Возможно, все на этом и закончилось бы. Но на пороге Уорнер появился режиссер Гай Ричи с сюжетом фильма об Артуре, который преподносился, как если бы Властелин Колес повстречал большой куш. Идея всем так понравилась, что ее сразу же одобрили. А Гайу Ричи выписали полный карт-бланш. Ричи утверждал актеров, композитора, бюджет, правил сценарий и выбирал локации для съемок. Принято считать, что именно доверие студии обернулось столь огромными затратами на фильм. Запланированный бюджет картины должен был быть в районе 120 миллионов. Гай Ричи же построил для съемок целый город, сетью пещер, гаванью и замком. Режиссер просто не захотел использовать имевшиеся у студии декорации. Творцам это свойственно. Из двух кандидатов на главную роль в фильме Гай Ричи выбрал Чарли Ханнема. Вторым претендентом был Генри Кавилл. По словам Ричи, предпочтение Ханнему он отдал из-за того, что Чарли был больше похож на Бро, а Кавилл выглядел слишком аристократично для этой роли. Съемки шли в течение четырех месяцев по всей Великобритании. Повеселившись на них от души вместе с Чарли Ханнемом и Джудом Лоу, Гай Ричи собрал черновой вариант фильма и отправил его на студию. Затраты на производство превысили 150 миллионов долларов, а сам фильм шел три с половиной часа. Насчет «Властелина колец» Гай Ричи очевидно не обманул. Тестовые прогоны ленты прошли очень плохо. Зрителю было слишком скучно, а последняя треть по слухам и вовсе называлась несмотребельной. Режиссеру приказали уменьшить хронометраж и снять другую концовку. В результате всех пересъемок бюджет картины вырос до 175 миллионов долларов, а меч короля Артура получил более волшебный финал со змеей из рояля и самурайским поединком на фоне хромакея. Первоначально в фильме не было похода Артура в темные земли, а фильм завершался попыткой убийства и десятью намеками на различные спин-оффы, сиквелы, приквелы и мягкие игрушки. В планах была целая вселенная не только с прямым продолжением. После всех пересъемок и нескольких вариантов монтажа добиться от тестовой аудитории более позитивного отклика студия не смогла. В итоге ленту просто списали и до минимума сократили маркетинговый бюджет. Шансов при таком подходе у короля не было. В американском прокате меч короля Артура собрал всего 39 миллионов долларов при бюджете в 175. Мировой прокат дал еще 110 миллионов, 12 из которых принесла Россия. Можно бы было пнуть Ворнеров за плохую рекламную поддержку. И то, что они выпустили Артура через неделю после старта в прокате вторых Стражей Галактики. Но это все для бедных. Артура в прокате раздавила даже эта без сомнения прекрасная комедия, имеющая зрительскую оценку в районе 4 балла. Во сколько Ворнерам бы обошлась реклама, способна вытащить фильм из настолько глубокой ямы отсутствия интереса, страшно даже представить. Артур стал крупнейшим провалом студии Ворнер в 2017 году. По оценкам аналитиков, студия потеряла на фильме от 130 до 150 миллионов долларов. Эти цифры делают короля Артура самым убыточным фильмом года. Столь плачевный результат сразу перечеркнул все идеи Гая Ричи, касающиеся продолжения. А их в планах у студии было сразу 5. В первый фильм не стали вводить Мерлина и Ланселота, как раз из-за того, что планы были наполеоновские. И данных персонажей хотели вводить постепенно. Из-за провала двух своих фильмов подряд, Гая Ричи пришлось подписаться на диснеевского Аладдина. Ибо его карьера могла после такого быстро закончиться. Немного жаль, что подобного короля Артура мы больше никогда не увидим. У фильма есть недостатки, их не так уж мало. Но стиль, актеры, диалоги и музыкальное сопровождение делали фильм хорошим и явно не заслуживающим того, что с ним произошло. Спасибо за внимание, подписывайтесь и оставайтесь на связи.